В активном режиме продолжаются работы на стройплощадке школы в микрорайоне Солнечный. В субботу там провел выездное совещание глава района Алексей Валов. Компания «Строитрест-22» к делу относится добросовестно. Продолжается заливка каркаса здания. На первой секции начали кирпичную кладку стен. До наступления морозов строители обещают закрыть корпус и начать поэтапно подавать тепло, чтобы вести внутренние отделочные работы. Если собрать общие объемы работ, то порядка 28-29%. Сколько человек работает? На сегодняшний день 75, так у нас в штате стоп. В принципе, будем увеличивать со временем. На данный момент ход работы нас вполне устраивает. Отставания от графика никакого нет. Даже есть опережения на неделю. Работаем очень плотно с Минстроем, взаимодействуем по всем вопросам. У нас на сегодняшний день никаких опасений нет. Жители дома 25 по Пролетарскому проспекту обратились к главе района с просьбой обратить внимание на благоустройство бульвара у гипермаркета «Глобус». Бульвар построен больше 10 лет назад и уже утратил былую привлекательность, поскольку при строительстве не была учтена геология рельефа местности. Грунт размыло, плитка покосилась и в фонтанах существенно снизился напор воды. Мы засыпали ручеек. Это сразу бросалось в глаза. Это некрасиво. Нам не понравилось. Мы решили попросить, чтобы вернули все назад. Ну, если не получилось, значит хотя бы деревья посадить. Как-то зеленить. У нас негде больше отдохнуть и посидеть. Для начала деревья. На бульваре у «Глобуса» волонтеры молодежных организаций и сотрудники службы озеленения и благоустройства вместе с жителями вышли сажать березки. А через год глава района пообещал запланировать работы капитального характера. Приняли решение восстановить работу и фонтанов, и ручейка в высеченном варианте, и переложить плитку. Но для этого мы, соответственно, должны глубоко изучить геологию, сформировать под эту плитку, под перекладку и ремонт этой аллеи проект. И в 2020 году выделить средства для того, чтобы сделать там масштабную реконструкцию. Полным ходом идут работы по строительству набережной вдоль улицы Шмидта. По словам вице-президента подрядной организации Самвелла Тарасяна, график выполняется. Почти завершены земляные работы, переложены коммуникации, канализационный коллектор, электрокабели, заканчивает свои работы водоканал. Приступили к прокладке сетей наружного освещения. Порядка 700 кубометров бетона уже залито в бетонное основание набережной. На днях перестанут беспокоить жителей шумные работы по укреплению берега. Сваи забыто 450 штук. Осталось где-то примерно 90-90 штук. В понедельник-вторник получаем недостающиеся сваи и заканчиваем к среде. Путь 100% выполнен. Сейчас достаточно хорошими темпами пошло строительство набережной. Мы рассчитываем к концу ноября ее сдать в эксплуатацию. Параллельно со строительством набережной на улице Шмидта начались подготовительные работы по строительству новой школы. Второго корпуса лицея номер 7. Школа также будет на 250 мест, по-моему, да, там школа у нас. Но опять же мы делаем ее с расширением по типовому проекту, чтобы там было спортзал и все остальные элементы, как отдельный объект. Не только набережная и школа в скором времени преобразят улицу Шмидта. Ее также ожидают работы по благоустройству. В частности, будут построены дополнительные парковочные места, оборудованы новые контейнерные площадки. И еще один значимый объект в городе проинспектировал Алексей Валов. 29 октября исполняется 100 лет Комсомолу. В связи с этим началась реконструкция улицы Комсомольской. К 29 октября масштабная реконструкция улицы Комсомольской. Будет сделана тротуарная часть, соответственно, часть проезжей. Отремонтирована, посажены будут деревья, аллея. Мы постарались сделать там по максимуму, чтобы эта улица была похожа на улицу Комсомольской, на улицу нашей молодости, нашей памяти.